Лекция по Шри Читаем Чаритамрите, Мадья Лила, том 8, глава 20, тексты с 298 по 313, прочитанная Его Божественной Милостью Ачеба Акцельданта Свами Прабхупады, 20 декабря 1966 года в Нью-Йорке. Мадья Курма Рагунатханри Симхавамана Варагадзи Лекаян Раная Ганана. Господь Читания рассказывает о Лилаватарах. Это имена некоторых Лилаватар. Существуют бесчисленные Лилаватары. И вот некоторые из них, Мадья Курма Рагунатханри Симхавамана Варагадзи, с Шримад Бхагаватом, есть один стих, в котором упоминаются имена некоторых Лилаватар. Мадья Курма Рагунатханри Симхавара Хамса, Раджанья Виправибуды Шукрита Аватара, Тванпасина Стребуванам Чататхат Дунеша, Варамбху Харая Дуттама Ванданамты. Все эти воплощения, особенно Лилаватары, эти Лилаватары, приходят в этот материальный мир для того, чтобы устранить эти беспокойства, которые приносят демоны. В этом мире существует два типа людей – Дева, Дева и Асура. Дева означает преданные, те, кто сознают Кришну, их называют Девами, полубогами. Полубог – это не означает нечто экстраординарное, нет. Они тоже живые существа, такие же, как мы, но они полностью сознают Кришну, и поэтому они надеяны очень огромным могуществом, и им верны в обязанности управления определенными функциями этого материального мира. Их называют Девами. Но Асурам, демонам, атеистам никто не доверяет управлению этим материальным миром. Они просто причиняют беспокойство. И когда число атеистов увеличивается, и это положение становится невыносимым для Девов и полубогов, так что они не могут оставаться здесь из-за того, что Асуры причиняют слишком много беспокойств. Тогда индра ривьякулам локам ридаянти йоги йоги. Индра означает глава, самый главный среди полубогов. Когда число его врагов увеличивается, и когда они приносят слишком много беспокойств, тогда приходят эти лилы аватары. В Бхагавадгите говорится паритраная саду нам винашея чадуш-критам. Я прихожу к каждую эпоху для того, чтобы спасти верующих и уничтожить неверующих. Йоги йоги самбавами. Лилаватары Кайлуни Дигдарашан Гунааватары Эбешюна Виварана Гунааватары Кайлуни Дигдарашан Гунааватары Эбешюна Виварана Госпочитание говорит Я упомянул некоторые лилаватары теперь же, Санатана, послушай о том, как я расскажу о гунааватарах. Гунааватары это воплощение материальных качеств. Существует три качества в материальном мире – благость, страсть и невежество. И каждое качество контролируется Верховным Господом, самим Верховным Господом, и его экспансии различных воплощений – Брама, Вишну, Шива, Тирагуна, Аватара. И отвечают за эти три качества. За три материальные гунны природы – Брама, Первое Живое Существо, Вишну, Сам Господь, и Господь Шива. Шива занимает положение между положением Брама и Вишну. Вишну – это Сам Господь, а Брама – это Живое Существо. Такова градация. Живые существа также являются неотъемлемыми частицами Бога, как и Шивы. Вишну тоже неотъемлемая частица Бога. Но все они обладают могуществом разного уровня. Мы уже говорили об этом. Кришна обладает 100%, Вишну – 94%, Шивы – 84%, а мы живые существа – 78%. И материальные гунны природы никак не влияют на них. Например, если какой-то человек отвечает за департамент по борьбе с уголовными преступлениями, или за департамент по тюрьмам, мы не должны думать, что он тоже один из заключенных, поскольку он отвечает за отдел по тюрьмам. Нет. Точно так же и Шива. Господь Шива отвечает за гунну невежества, но он не находится в невежестве. Он – самый просветленный преданный Господа. У него есть парампара – ученическая преемственность, называемая Вишнасвами-сампрадая. Существует четыре сампрадая – великих пледных Господа. Одна идет от Брама, одна от Шивы, одна от Лакшми, и одна от Кумаров. И Господь Шива, хотя он отвечает за гунну невежества, сам он не находится в невежестве. Мы не должны делать такую ошибку, считая, что он находится в невежестве. Точно так же и Брама отвечает за гунну страсти, за за инициативу творить. Мы создаем что-то, и импульс, этот импульс творить что-то исходит из Брамы, из гунны страсти. Но те, кто в невежестве, ничего не творят, они просто разрушают. Вишну отвечает за поддержание, поскольку, помимо Бога, никто не может поддерживать нас. «Эко Багу нам видадати каман». Один вечный поддерживает множество всех других вечных. Мы тоже вечны, но нас поддерживает Вишну. Даже Брама поддерживает Вишну. Шива также поддерживает Вишну. Таковы три воплощения, отвечающие за качество. Брама, Вишну и Шива. «Бхактимиша Критапуне, кона дживаттам, раджагуне, вибахита, каритан Рамана». Бхактимиша Критапуне, кона дживаттама, раджагуне, вибахита, каритан Рамана. Каково положение Брама? Существует такое множество живых существ, бесчисленные живые существа, и некоторые из них являются преданными, но такими преданными, которые хотят наслаждаться этим материальным миром. Они хотят наслаждаться. Они преданные, которые желают получать определенное благословение от Бога и в то же самое время наслаждаться этим материальным миром. Это Брама. Например, изначальное положение Брамы таково. Бхакти Миша Крита Пуния Куна Джива Тама Раджу Гуна Вива Витакари Тан Рамана Карба Дакашай Двара Шакти Санчари Дья Вьяшти Сришти Кары Кришны Брама Рупадари Иногда таких благочестивых живых существ нет, и тогда сам Кришна становится Брамой для того, чтобы создавать и поддерживать. Бхасхан Ядхасма Сакалешу Ниджешу Теджа Здесь объясняется, кто такой Брама Масхан Ядхасма Сакалешу Ниджешу Теджа Например, какой-нибудь драгоценный камень Это очень хороший пример, драгоценный камень Скажем, алмаз У алмаза есть способность излучать свет И вообще, что такое алмаз? Алмаз возникает благодаря взаимодействию солнечных лучей Все драгоценные камни возникают благодаря взаимодействию солнечного света И алмаз обладает способностью излучать свет И эту способность он имеет от солнца Луна также получает могущество от солнца Эту способность светить Также и Брама, хотя он очень могущественный Хотя его знают как Творца этой вселенной Он подобен такому алмазу Он получает свое могущество от Верховного Господа И таким образом он сам становится могущественным Басван Ядхаш Масакалешу Ниджеш Теджа Это лишь совсем немного могущества Например, алмаз тоже излучает свет Но это не изначальный свет Изначальный свет исходит из солнца Изначальный свет излучает солнце И тот свет, который излучает алмаз Не настолько ценен, как свет солнца Точно так же Брама, хотя мы видим, что он настолько могущественный Он обладает лишь небольшим могуществом, которое он получил от Верховного Господа Здесь приводится такой пример Конокалпе Яди Йога Дживана Йопая Апане Ишваратама Анши Прамага Конокалпе Конокалпа означает продолжительность одного творения Это материальное творение, будто бытва пролеты Создается с определенной периодичностью И продолжает оставаться в течение какого-то времени И потом снова уничтожается И когда приходит время очередного творения Если нет подходящей кандидатуры Сам Верховный Господь Кришна становится Брамой Я с Янгри Панка Джараджо Кхилу Лукопалой Маулуттамаиддхитамупашитатитхатитхатитхам Брахмабхабохам апижаса калакалая Срисчат бахимачирамасани пасананха Я с Янгри Панка Джараджо Кхилу Лукопалой Ниджам шакалая Кришна тамагуна ангикаре Сам харарте майя сангерудара рукодари Когда нет Шивы На самом деле Шивы всегда существуют Ниджам шакалая Кришна тамагуна ангикаре Кришна, Сам Господь Когда Кришна принимает на себя управление Этими гунами невежества Его называют Шивы Шивы это Бог Но поскольку Он отвечает за невежество В этом случае Его называют Шивы Он создает Шивы Другое значение слова Шивы Нечто благоприятное Неблагочестивые люди, дурные люди Находящиеся в невежестве Поклоняются Шиве Им рекомендуется поклоняться Шиве Для того, чтобы постепенно Они могли подняться К гуне страсти и благости И после этого Застегли освобождения Ниджам шакалая Кришна тамагуна ангикаре Сам харарте Но Шива Разрушает Если в этом мире Мы видим какое-то разрушение Мы должны знать, что Это действует Шива Возможно, вы видели эту статуэтку Она очень популярна Ее обычно продают в антикварных магазинах Натарадж Танцующий Натарадж Вокруг него огонь Когда Шива начинает танцевать Его танец Это очень серьезный танец Вы танцуете Кришна Киртан И Шива также танцует Но когда он танцует Он танцует для разрушения И появляется огонь Сам харарте майя санга Рудра Рупадари Майя санга Он связан с этой материальной энергией И его задача разрушать Материальная энергия Находится под властью Этой Шива Рупы Кришны Поэтому его называют отцом Его называют отцом А материальную энергию называют матерью Отец и мать Дурга Майя санга Он не имеет ничего общего с этой материальной энергией С иллюзорной энергией Он никогда не прикасается с иллюзией Но Господь Шива связан с дургой С материальной энергией Поэтому его положение Это положение между живыми существами И Кришна Господь читания Цитирует один стих из Брама Самхиты В котором говорится Об истинном положении Шивы Дукдайена амлайоги дадхи рупдхаре Дукдхантр вастунае дукдхайтанаре Дукдхайена амлайоги дадхи рупадаре Дукдхантара вастунае Это очень хороший пример Если вы добавите в молоко Что-то кислое Оно превратится в йогурт Или творог Подобным же образом Отличаются друг от друга Шива и Кришна Такова разница между ними Шива это Кришна Но поскольку К нему примешивается Это материальная энергия Его можно сравнить С этим йогуртом Изначальное положение йогурта Йогурт это не что иное Как молоко Но йогурт не может снова Стать молоком Если он превратился Если молоко превратилось в йогурт Уже невозможно будет превратить его обратно в молоко И также Вы не можете получить от йогурта То что может дать вашему телу молоко Йогурт используется для одной цели А молоко используется для другой цели В общем так же Те кто поклоняются Шиве Не могут получить такое же благо Какое получают люди в сознании Кришны Вы не можете получить тот же самый эффект Какой вы получаете от молока Если вы пьете йогурт Если вам нужно молоко А я даю вам йогурт Будет другой эффект И здесь говорится об этом различии Он приводит цитату из Брама Самхиты Наиболее авторитетного произведения В этом отношении Кширам ядхад аддивикара вишиша-санг-джуга Кширам ядхад аддивикара вишиша-йогат Санджая-те-натута-та-притхад асти-вету Шива не отличается от Кришны Но к нему добавляется Это материальная энергия Поэтому Шиву можно сравнить С молоком, которое превратилось в йогурт Необходимо, чтобы кто-то разрушал Занимался разрушением И эту обязанность берет на себя Шива Он отвечает за эту тамагуну Шива майя шакти санги тамагуна виша Майя тита гуна тита вишну парамеша Поэтому разница между вишной и шивой Заключается в том, что вишну никогда не соприкасается С этой иллюзорной или материальной энергией Но шива очень близко соприкасается с материальной энергией Такова разница между шивой и вишной Шива шакти юкта шашват трилингу Гуна сам витам Вайкари кастейджа сашчат Тамасаш чатья агам тридам Парир и нир гуна сакшат Пурша прокритая пара Хари вишну Находится за пределами этого материального мира Это признал Шанкарачария Нарайна пара авьяктат Нарайна хари Хотя Шанкарачария имперсоналист Тем не менее он признал, что Нарайна хари Верховный Господь Находится за пределами Этого материального оскорбнения Нарайна пара авьяктат И он также согласился признать Кришну Сабарвасам Кришну Он признал, что Верховная Личность Бога Читавшие комментарии Шанкарачария на Багавадгиту Заметили, что вначале Он пишет Нарайна пара Это также подтверждается в Багаватам Хари архи нир гуна сакшат Хари Верховная Личность Бога Находится за пределами Этих материальных качеств Материальные качества не касаются его Поэтому его тело Сачитанандави Граган Его тело не создано Из этой три гуны Наше материальное тело Сотворено из этих трех гун Гун сатва гуны, раджа гуны, тамо гуны Те, чьи тело созданы из гуны благости Называются браманами Или самыми разумными людьми Те, чьи тело созданы из гун невежества Называются кшатриями Они постоянно желают творить что-то А те, чьи тело созданы из смешанных гуны То есть из гуны страсти и невежества Называются вайшьями Торговцами А те, чьи тело созданы Целиком из гуны невежества Называются шудрами Но бхагаван, верховная личность Бога Находится за пределами всего этого Он трансцендентен Харирхи ниргуна сакшат пруша Прокритая пара Прокритая означает природа И он находится за пределами этой материальной природы Прокритая пара Сасарва гуна упадрштан Тамбаджан ниргуна бават Преимущество заключается в том, что Если вы хотите освободиться От инфекции этих трех гун Трех качеств Вы должны заниматься служением Предным служением Господу Таково сознание Кришны Ниргуна бават Когда мы говорим о ниргуне Ниргуна не означает Отсутствие качеств Ниргуна означает, что Это качество не оскверняется Тремя качествами материальной природы Это трансцендентные качества У вас есть этот перечень 26 качеств преданного Это трансцендентные качества Эти трансцендентные качества Есть как в Боге, так и в живых существах Но когда живое существо Переходит в соприкосновение с материальной природой Эти трансцендентные качества покрываются Материальными качествами И таким образом они не проявлены В этом состоянии Но когда человек становится Сознающим Кришну Эти трансцендентные качества Естественным образом развиваются в нем Поскольку они уже находятся в нем Смысл в том, что Эти качества уже находятся в нас Нитья Сида Кришна Бхакти Садья Кабуная Мы не приобретаем эти качества Мы не приобретаем трансцендентные качества Скорее мы приобретаем Эти материальные качества Но трансцендентные качества Уже находятся в нас В незначительных размерах Трансцендентные качества есть у Бога Точно так же трансцендентные качества Есть и в живых существах Но когда эти качества Покрываются материальной природой Это означает, что мы Мы приобретаем эти материальные качества, те материальные качества, которые мы проявляем в материальном мире. Но трансцендентные качества мы не приобретаем. Шаванади Шудачите Кария Удой. Эти трансцендентные качества возрождаются с помощью этого процесса. Шаванади Шудачите. По мере того, как вы очищаете свое сердце с помощью этого процесса слушания трансцендентных посланий Бога, по мере того, как ваше сердце становится чистым, Эти трансценные качества развиваются сами собой. И когда они развиваются в полной мере, это называется ниргуна. Ниргуна означает «не имеющая никаких материальных качеств». Этой стадии ниргуна можно достичь тогда, когда вы соприказаетесь с ниргуной Кришной. Поэтому говорится «саасарвадрик упадрашта тамбаджан». Ибаджан означает «благодаря предному служению Ему, Верховному Господу, вы возрождаете свои трансцендентные качества». Если вы возрождаете свои трансцендентные качества, это означает, что вы достигаете освобождения, становитесь счастливыми и переноситесь в Духовный мир. Большое спасибо.